Братья, у меня тема «Божий человек – образец в Слове». Когда мы читаем первое послание Тимофея, 4 глава, 12 стих, «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове». Братья, как этот текст следует понимать? Вот я прочитаю два раза, и он немножко будет иметь разное значение. «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове». Или же «не будь образцом для верных в Слове». Есть разница? «Но будь образцом для верных в Слове». Или «будь образцом для верных в Слове». То есть первое понимание, что мы можем быть образцом для тех, кто верный в Слове. Быть образцом для верных в Слове. Или быть образцом для верных в Слове. Ну, в чем я вижу здесь разницу? Я думаю, что наша или апостол Павел, который писал Тимофею это послание, у него все-таки была цель, чтобы Тимофей был или являл образец в Слове для верных. Как вы думаете, братья, для верных быть образцом? Ну, это знакомая нам мысль, и я думаю, что мы все согласны с тем, что для верных быть образцом немножко сложнее, как быть просто для неверных образцом. И вы знаете, братья, каждый человек для неверных, он же, конечно, образец. Мы не ругаемся, мы не сквернословим. И если мы где-то в обществе, люди сразу на нас обращают внимание и говорят, что-то у тебя не так, речь, ты как-то отличаешься. Мы по неволе там, конечно же, образцы в Слове, как мы говорим. Братья, но я хотел бы немножко порассуждать о том, что мы с вами образец среди наших, среди Церкви. Среди верующих. И мы, братья, являемся вот этим образцом, потому что в Церкви смотрят, слышат в основном братьев. Они слышат, как братья проповедуют, когда брат выходит за кафедру. Как вы думаете, вот верные, которые сидят в собрании, они могут определить, брат вышел готовый или брат вышел неподготовленный? Конечно же, могут определить. Братья, от слов я вот так думал и размышлял, и думаю, вот ну в чем же все-таки здесь как бы назидание, наставление? Почему апостол Павел говорил Тимофею, будь образцом для верных в Слове? Ну, в служении оно как-то понятно, да? В деле нужно что-то делать. Нужно в служении быть ревностным, активным. А вот апостол Павел говорит, будь образцом в Слове. Вы знаете, братья, наверное, вся наша жизнь христианская, она начинается со слов. Прежде чем что-то сделать, мы, конечно же, о чем-то говорим. И вы знаете, друзья, вот когда Ависалом становился на дороге, по которой шли люди к царю Давиду, и когда этот Ависалом, он встречался с такими людьми и спрашивал, куда вы идете, они говорят, идем на суд к царю. Совет нам нужен какой-то. Помните, что говорил Ависалом? Ависалом говорит, о, хорошее у тебя дело. Но ты знаешь, у царя некому тебя выслушать. Там нет людей, которые тебя поймут, которые тебя услышат. И Слово Божие говорит так, и вкрадывался Ависалом в сердца народа. И это были слова. И это посредством слов. Но у Ависалома она была созвучность в чем? Он не просто говорил, но он этого человека обнимал, целовал, проявлял для него вот такое внимание. И говорит, там некому. Я могу тебе дать совет. И какие последствия? Последствия таковые, что склонился народ на сторону Ависалома. Братья, когда мы с вами в наших церквах, когда мы рассуждаем, когда мы говорим, вы знаете, у нас тоже могут быть разные обстоятельства и разные ситуации. У нас тоже есть разные люди. И я хотел бы, братья, чтобы мы с вами могли, я бы назвал бы, что это порог, и чтобы мы могли распознавать, когда человек говорит слово нужное, необходимое. Но когда человек говорит, чтобы, вот как мы сегодня слышали, поступить не по правде, но иметь какую-то выгоду, возможно, увлечь за собой, возможно, увлечь за своим каким-то мнением, за своей какой-то идеей. И иногда бывает так, что мы, как эти люди, которые послушали Ависалома, мы верим, мы склоняемся. И в чем здесь опасность, братья? Опасность в том, что мы уходим от истины, мы уходим от божественного слова. Когда мы говорим посредством наших слов, тем самым мы показываем содержимое нашего сердца. И это не просто сказал человек слово, или высказал свою мысль, или показал, обнародовал свое мнение. Ну, это так, это просто, что вошло в голову. Нет. Но это и есть содержимое сердца. Кто-то сказал так, чтобы узнать человека, нужно, чтобы он начал говорить. И когда он начинает говорить, мы начинаем понимать, а что же находится в сердце человека. Когда мы читаем Матфея, 12 глава, 34 и 37 текст. Евангелие Матфея, 12, 34 и 37. Христос так говорил фарисеям, порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Братья, как я уже сказал, что человек, если он имеет содержимым своего сердца доброе, то у этого человека никогда не будет злого на устах. Он будет говорить, он будет образцом в слове. На такого человека будут смотреть, из такого человека. Это действительно человек будет достойный подражания. Как я уже сказал, да, от скверных слов, братья, мы с вами освободились, нас Бог избавил, и это слава Богу. Но наши общения, наши рассуждения бывают различные ситуации, у нас различные обстоятельства, у нас проходят членские собрания, у нас проходят братские собрания. И знаете, как бывает? Ну вот, может быть, к сожалению нашему. Иногда наше слово, оно не является тем, чтобы созидать, чтобы укрепить, чтобы сделать. Но иногда это слово имеет характер, как разобщить, как помешать, как возбудить, как сказать, чтобы люди могли как-то в этой ситуации или в этой обстановке не иметь единое понимание. Братья, и это я вижу и понимаю, что это проблема. Это проблема. И от этой проблемы иногда так бывает, что человек, он впадает в какую-то такую сферу, возможно, отчаяния. И если человек впал в эту сферу, у него пропадает интерес, у него пропадает интерес к служению. Вы знаете, братья, вот может быть, это является и причиной того, что... Бывают же у нас братья, которые бездействуют. Они просто прихожане в церкви. Бывают такие люди? Возможно, это является и каким-то результатом. Возможно, человек имел какое-то предложение, он имел какую-то идею, но вдруг появился тот человек, который не поддержал эту идею в результате того, что, возможно, он питает на этого человека какую-то неприязнь. Или, возможно, эту идею озвучил человек с не его окружения. Или этот человек, он, может быть, не симпатизирует, я имею в виду, в духовном смысле. Братья, иногда эти слова, они служат не для того, чтобы созидать, чтобы дело было сделано. И мы можем множество находить таких примеров. Когда на одном членском, мы знаем этот пример, да, когда встал вопрос, нужно ремонт сделать в молитвенном доме. Ну и все понимают, что нужно. Ну вот один встает и говорит, да не нужно, еще нормально, еще постоит, еще хорошо. Но я не знаю, насколько этот пример правдивый. Говорят, так отваливается кусок штукатурки, ему прямо по голове ударил. Ну вот здесь уже он говорит, да, братья, нужно делать. В одной церкви братья решили помочь одной семье. Выделили деньги, завезли дрова, молодежь порубили, организовали это дело. И вот когда на членском собрании такой был маленький отчет, встает один брат и говорит, этому человеку не нужно было помогать. Вы посмотрите, что это за люди. Он сам ничего не хочет делать. Он только ждет какой-то помощи. Я против того, чтобы выделяли деньги из кассы и помогли этому человеку. Но он же, конечно же, является членом церкви и жертвует в кассу, поэтому он имеет слово. И брат, который проводил собрание, Бог дал ему такую мудрость, он говорит, брат, а ваших денег там нет. Как это нет? Он говорит, точно, ваших денег там нет. Если вы не хотите помогать, то это деньги других. Но ваших там нет. И вашей лепты, вашей жертвы там нет. Братья, у нас бывают разные обстоятельства, как я уже сказал, разной ситуации. И как важно, братья, когда мы с вами понимаем и имеем вот это представление и понимание, к чему это ведет, когда человек начинает говорить. Когда он произносит какие-то слова. Братья, и это очень ответственно, потому что посредством слов можно человека убить, можно человека съесть. И об этом мы с вами читаем. Смотрите, это Галатам, 5 глава, 12-16 текст. «О, если бы удалены были возмущающие вас!» «Были в церкви!» Это не просто вне люди пришли. «Были в церкви!» Они могут быть сегодня среди нас в любом нашем общении. И это какие люди? Которые возмущают. И апостол Павел говорит, «Если бы были удалены возмущающие вас, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к ухождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, «берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Братья, я хотел бы, ну, знаете, как поговорить? Может быть, немножко откровенно, немножко ближе. Я не хочу говорить общими фразами, потому что общие фразы мы давно с вами знаем, мы давно с вами понимаем. Но я хочу, чтобы мы могли предостеречь ситуации, которые могут быть среди нас. Смотрите, апостол Павел пишет, «К свободе призваны вы, братья». Какой свободе? Какой мы свободе призваны? Братья, когда он говорит о том, что будут люди возмущающие, и будут люди те, которые мы здесь прочитали, угрызают и съедают. А вот между этими стихами он говорит, «К свободе вы призваны, братья». Конечно же, мы с вами, братья, свободные. Мы с вами свободные от какого-то чужого мнения. Мы с вами свободные от какой-то человеческой власти, человеческого влияния. Мы с вами в праве, мы можем говорить что угодно. Нас никто за это, может быть, на членское не позовет, не поставит. Мы к свободе, мы в этой свободе. Братья, но есть опасность. Вот эта свобода, когда я могу открыто говорить, когда я могу кому угодно сказать что угодно, чтобы вот эта свобода, она не послужила поводом к угождению моей плоти. Чтобы вот эту свободу я не использовал для своих каких-то целей, идей, достижений. Чтобы эту я свободу не использовал для поднятия своего авторитета. А это все делают наши слова. Как мы говорим, мы иногда можем сказать, и это будут все понимать, что этот вопрос, который прозвучал на братском, на членском, среди какого-то общения, этот вопрос не целесообразный, не здравый. И мы мастерски иногда это делаем и показываем всем вокруг нас, что вот этот брат, он немножко не сведущ в этих вопросах. У него нет достаточности каких-то обосновательных ответов. И это может быть, знаете как, оно может быть настолько заваулировано, такой, возможно, в кавычках духовностью, что потом, как я уже говорил, человек приходит и ночь не может спать. А почему? А потому, что появился возмущающий человек, который не сразу съедает. Но мы прочитали угрызает. это первое. А для чего угрызать? А чтобы понять. А чтобы попробовать человека. Он податливый или не податливый? Братья, а потом мы молимся, Господи, этот человек остыл в служении. А не виновны ли мы в этом? Не виновен ли наш язык, что мы помогли кому-то руки опустить? Что мы помогли кому-то уйти в сторону? Но может быть мы кого-то наметили на его место? И это опасность. И мы должны понимать, когда мы видим, когда мы видим вот этих говорящих, как мы здесь прочитали, которые возмущают, когда все возмущаются. Это служит не для созидания. Братья, мы должны это видеть, мы должны это понимать, чтобы сохранить себя, чтобы сохранить свою семью, чтобы сохранить людей, которые вокруг меня, чтобы сохранить наши церкви. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. И здесь мы, братья, видим, но любовью служите друг другу. Братья, мы с вами, наверное, все нуждаемся в помощи, чтобы мы могли друг другу понимать, конечно же, братья, мы люди совершенно разные, мы очень разные люди. И не может быть человек похожим на кого-то в своей кротости, в своей воздержанности, в своей молчаливости. вы знаете, один человек молчит и молчит. Другой человек, он не может молчать, он никогда не промолчит, он сразу скажет, он сразу что-то там у него, какие-то мысли. Вы знаете, братья, вот а какой выход с этой ситуации? Вот такие люди обычно, они возмущающие люди. Это люди, которые понимают и думают, что они совершенные и таким людям очень сложно просить прощения. Они понимают, что они это все. Я однажды разговаривал с человеком с регистрированным, с одним братом. Он говорит, мне нравится у вас у отделенных, что ваши служители могут просить прощения. Вот это ему понравилось. Он говорит, у нас это недоступность, это такая величина, это сама непогрешимость. А вот у вас он где-то или услышал, или ему сказали, и говорит, хорошо, когда служители это могут. Братья, а как вы думаете, слово прости это легкое слово или трудное? это слово трудное, гораздо легче нам произнести. Знаете, какое слово? Прощаю. Вот это, как елей, я прощаю. А сказать прости? Мы умеем это говорить, мы умеем это говорить нашим детям, когда мы несправедливо их наказали. Или мы думаем, что мы потеряем авторитет, или мы думаем, что может быть дети начнут о нас что-то думать. Мы можем, братья, с вами просить прощения на наших братских общениях. Когда мы в решении какого-то вопроса не пободрствовали встали, сказали в адрес брата, или в адрес кого-то. Мы пришли домой, так плохо на сердце, помолились, и понимаем, наговорил, зря наговорил, несправедливо наговорил, а говорил брата, что в этой ситуации нужно делать для рассуждений, для всех. Как вы думаете, что нужно, как выйти с этого обстоятельства с этой ситуацией? Как? У кого? Перед кем? И все? А меня слушало 50 братьев. Пред братьями нужно говорить? Или нет? Братья, вот если я нашел смелость на братском общении наговорить на кого-то, найдите смелость на таком же братском попросить прощение. И это будет наша правда. Очень легко наговорить, сказать, потом на другой день подойти к брату брату, прости, я не сдержался. Но по правде ли это? Братья, вот она правда, вот она наши слова. Вот когда мы себя начинаем формировать, и когда мы начинаем следить за своим языком, когда мы понимаем, если я сейчас скажу, выпалю что-нибудь, а как развязывать ситуацию, как быть потом? И когда я буду знать, что по правде я должен встать на братском и сказать, братья, я в адрес этого брата сказал так и так, я не пободрствовал, я прошу прощения у вас и у брата. Братья, и я думаю, что такой подход помогает нам немножко включаться, понимать, взвешивать, ситуацию оценивать возможно наперед немножко. братья, и это мы знаете как? Это мы не берем какие-то оружия, мы не берем, мы не делаем, мы не строим, не молитвим, мы просто сидим, а все решает наш язык. Вот насколько мы с вами должны быть образцом в слове образцом. И если я подаю плохой пример, если я не образец даже в слове, я могу быть образцом в деле для кого-то? Да никогда. Потому что люди будут смотреть, люди будут слушать, как я говорю, что я сказал, а потом еще скажут, а он еще и делает. Братья, вот у нас сегодня тема Божий человек, да? И могут о нас говорить тоже. Это Божий человек, но могут говорить в двух ситуациях. Когда мы не являемся образцом, тогда нам могут сказать, о, а ты же Божий человек. Тоже Божий человек, да? Или когда люди видят, что мы успешные, мы все делаем для дела Божьего, у нас есть успех, тогда люди говорят, да, это Божий человек. Братья, как хорошо, когда нас с вами, где мы с вами трудимся, где мы с вами живем, где мы с вами бываем, как хорошо, когда слушают нас люди и говорят, Божий человек. Вы помните, когда царица Савская пришла испытать Соломона загадками? Вот я там обратил внимание, прежде чем этой царице захотелось посмотреть, где живет Соломон, посмотреть его дом, она прежде услышала его, она с ним пообщалась, она с ним поговорила, она ему позадавала вопросы, и когда она услышала, как Соломон говорит, следующее, ей захотелось посмотреть, где он живет. Братья, нам хочется, чтобы люди заинтересовались, где мы собираемся, как у нас проходят собрания, что мы людям говорим, о чем мы им говорим, как мы говорим, и когда мы благовествуем, когда мы свидетельствуем, и когда люди послушали и сказали, да, это человек Божий, мы обязательно придем к тебе в собрание, мы посмотрим, где вы собираетесь, там значит все такие люди. Братья, и это, как я говорю, это не вложить в кассу 200 тысяч рублей, или на горбу своем что-то сделать, куда-то отнести, или что, это просто наши слова, это просто, мы ничего не делаем, просто мы говорим. братья, насколько важно, чтобы мы с вами вот были такими Божьими человеками, которые образцы в слове, мы контролируем, мы имеем воздержание, мы можем промолчать, мы можем анализировать, мы можем не торопиться языком, брать, это все нам необходимо. как реагировал Иисус Христос на людей, которые задавали Ему вопросы не совсем корректно. Вот были в жизни Иисуса Христа люди, которые задают вопрос, ну вот я сейчас прочитаю, мы с вами проанализируем, это Иоанна, 9 глава, 1-3 текст, Евангелие Иоанна 9-1-3 И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Братья, как вы думаете? Вопрос здравый, существенный, который они задают? Ну вот вдумайтесь, учитель, наставник, кто согрешил? Он? Как он? Он еще не родился. Как он может согрешить? Люди, вы о чем? Что вы говорите? Вот вы знаете, братья, вот я бы, например, наверное, так и сказал бы, что вы за вопросы задаете? Ну о чем вы? Человек не родился, он согрешил. Где он? В утробе согрешил, что ли? Ну смотрите, братья, как Христос, не обращая на этот, можно сказать, казусный вопрос, он не обращает внимания. И он так говорит людям, нет, ни он не согрешил, ни родители, но чтобы на нем явились дела Божии. Братья, и это наш, можно сказать, полнота, точность, непогрешимость. И я хотел бы, братья, чтобы Иисус Христос был для нас примером. Нет, ни он не согрешил. Братья, сколько у нас бывает ситуаций, сколько у нас бывает моментов, где мы смотрим на человека, он встал, что-то говорит, мы просто хохочем, мы просто улыбаемся, что у него за вопрос. Братья, а понимаем ли мы, что нашим вот этим поведением мы можем огорчить человека, и человек уйдет? У какого-то из молодежи брата возникла идея. Братья, можно так, мы понимаем, что нездраво, но как мы развязываем эти обстоятельства, как мы себя ведем? Мы можем сказать, да слушай, молодой, ты еще как один служитель одному, ты еще пороха не нюхал, ты подожди, садись своими вопросами. Братья, и мы можем этого человека зарубить на всю его дальнейшую жизнь. Он поймет, что мои идеи, они, оказывается, никак не вписываются. И, как я уже сказал, братья, возможно, у нас мало в церкви людей идейных. Мало. Кто-то попытался, кто-то захотел что-то сделать, мы его сразу раз, как говорят, на место, раз. Братья, сколько есть ситуаций в церквах, вот именно то, о чем я говорю. И это я знаю, мы, когда собираемся, братьями, служителями, братья иногда говорят, ничего не делается в церкви. И любая идея, и любое предложение, оно на корню преследуется, и все, и никаких продвижений. И это что, братья? И это, это наши слова, которые созвучны и с делом, и созвучны с устройством наших церквей. Братья, еще один пример. Иоанна 18, 21, 23. Иисус отвечает первосвященнику, что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоящих близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, так отвечаешь ты первосвященнику. Братья, это уже не просто слово, это действие ударили Иисуса по щеке. И вот этот Иисус, который, когда пришли его брать, искали его, Иисус Христос выходит и говорит, кого ищете? Они говорят, Иисуса Назорея. А Иисус говорит, это я. Два слова, это я. И люди упали на землю. Так говорит Библия. Он говорит, это я, люди упали. Здесь Иисуса Христа ударили по щеке. Вы представляете, братья, вот Иисус Христос, если от одного слова, можно сказать, люди падают, и вот этот Иисус могущий, имеющий власть, Он что угодно мог сделать с этим первосвященником, который дал поручение, или еще. Но как поступает Иисус Христос? Смотрите, Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? Вот я хотел бы, чтобы мы в этом увидели, вот какая мудрость у нашего учителя. Братья, мы с вами, знаете, когда можем так поступать, кротенько так, знаете, так, вот, не напрягая никого, когда у нас власти нет, и когда у нас безвыходных ситуаций, мы оказались в безвыходной ситуации, у нас просто нет вариантов, как сказать, друзья, простите, да, ну, поговорить вот так. Но когда есть у человека власть, как он иногда пользуется этой властью, и как иногда человек не похож на нашего учителя. Но у Иисуса была власть, и он говорит, что ты, а мог Христос, как я говорю, просто одним словом, удалился этот человек, его не стало вдруг, или еще как-то. А Христос кротко, как кротко, вот мы читаем о нем, да, как овца веден был на заклане. Братья, я думаю, что одна из проблем в нашей церкви, когда нет устройства, когда происходят какие-то возмущения, происходят какие-то негодования, непонимания. Друзья, это иногда бывает наш язык, это наши слова. И насколько, братья, мы с вами должны за этим наблюдать, насколько мы должны себя формировать, себя приучать. Смотрите, братья, к чему нас Бог призвал? Мы можем сказать, трудиться, прославлять Его, играть, проповедовать, благовествовать, еще, 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 но нас Бог призвал благословлять, благословлять кого? Тех, кто за нас голосует? Или тех, кто с нами солидарен? Или люди с моего окружения? Кого я должен благословлять? Мы читаем, это 1 Петра 3, 8, 10. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, поднимите руку, кто не хочет этого, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Братья, наверное, вот этого нам порой или иногда не хватает. Благословлять. Не поставить человека в ситуацию, когда все смеются с него, но благословлять. И это не просто тех людей, которые пытаются что-то сделать, а это те, которые проклинают, которые желают зла. Братья, и последнее два места, и мы помолимся. Чисел, 6 глава 22-27. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, так пусть призывают имя моего сынов Израилевых, и я Господь благословлю их. Братья, вот что наш язык должен излучать, наше сердце, благословение, как мы это практикуем в нашей жизни. Братья, когда мы последний раз благословили человека, того, который, как я уже говорил, возможно, не солидарен со мной, с моими какими-то мыслями, или еще как-то, или еще хуже, желает зла, можем ли мы благословить? Братья, хочу сказать, что мы с вами можем, потому что нас Бог сделал такими, которые это могут делать. Поэтому пусть Бог поможет нам, чтобы мы с вами могли благословлять, быть образцом в Слове. И последнее, это Колоссянам 4, 6, Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Братья, давайте мы помолимся, давайте попросим, потому что, как я уже говорю, наша духовная жизнь, наше служение, наша вся активность, она заключается, во-первых, в наших словах. Вот чтобы мы, можно сказать, в начале, вот когда Слово, чтобы вот здесь мы были образцами, образцами в церкви, образцами в молодежи, образцами среди братьев, образцами в семьях наших. Вы знаете, братья, вот иногда я слышу, когда жены говорят, жены служителей, вот бы ты со мной так поговорил, как вот с той сестрой, вот со мной так поговори, как ты беседуешь с сестрами. А почему так бывает? Потому что мы свыклись, привыкли, мы можем грубость позволить себе в семье, это мы считаем, что это нормально, но ничего, это моя семья. А имеем ли им право на это? Не имеем. Поэтому дай Бог, братья, чтобы наш образец наших слов начинался с наших семей. Дети нас видят, родители являются образцом для своих детей, и это хорошо. Давайте, братья, об этом мы помолимся. Аминь.